Телеканал Дом с вами, программа официальный разговор. Я приветствую вас. Мы продолжаем свою работу на форуме Украина 30, где каждую неделю обсуждаются жизненно важные вопросы для государства. Сегодняшний наш гость Василий Шкураков. Здравствуйте. Добрый день. Первые кредиты по доступной ипотеке начнут выдавать в марте. Одновременно в Украине разрабатывается доступный финансовый лизинг на покупку жилья. Им смогут воспользоваться медицинские работники, военные, педагоги, полицейские, социально незащищенные слои населения и внутренне перемещенные лица. Программы будут запущены уже в первом полугодии. Сколько наших сограждан смогут воспользоваться этой программой? Наша задача не только ипотеку создать, а создать условия доступа граждан к возможности получить свое жилье. Это и разные программы, в том числе и финансовый лизинг. Ипотека это как инструмент. И в данном случае мы как компания должны выступить плечом для наших граждан. Дать возможность гражданину захотеть купить свою квартиру, используя разные механизмы. Будь то финансовый лизинг, будь то ипотека. На тех условиях, которые он себе сможет позволить. Конечно. Потому что сегодня самое главное, и что нужно подчеркнуть, небольшое количество людей могут вообще воспользоваться банковским финансированием для того, чтобы приобрести квартиру. Наша задача создать условия, когда человек сможет купить квартиру, спокойно по ней рассчитываться на протяжении всего срока пользования кредитом. И не бояться, что завтра будет изменена ставка, или как-то банк отреагирует, или какие-то экономические последствия будут в Украине. Сегодня они тяжелые, мы это видим. Сейчас в мире нестабильно, не только в Украине. Всегда нестабильность присутствует, всегда возникают какие-то экономические падения, подъемы. Но человек берет ипотеку не на два года, не на три. Особенно, если это человек, который имеет такие непостоянные или невысокие доходы. Например, как и в медицинской отрасли у нас сегодня, заработные платы, хотелось бы, чтобы были выше. Но они такие, какие есть. И человек потребность сегодня есть. Ему сегодня нужны хорошие, качественные жилищные условия. Но он не может себе позволить их приобрести. Поэтому наша задача создать с теми условиями, с тем рынком труда, который сегодня есть, с теми возможностями у граждан, которые есть, создать возможность прийти, получить свою ипотеку. И спать спокойно. И понимать только одно, что заплатить надо будет раз в месяц сумму, которую он даже знает, что через 20 лет будет именно такая сумма, как он оформил на моменте заключения договора. Если позволите, давайте немножко обрисуем этот социальный портрет украинской семьи. И если у вас есть статистика, и вы изучали этот вопрос, какой процент украинских семей имеют достойное жилье? Насколько этот процент высок или невысок? Тяжело сегодня говорить про такие показатели. На самом деле я в презентации обозначал, что в Украине около 15 миллионов семей. Где-то приблизительно 1 миллион, даже больше 1 миллиона семей вообще не имеют своего жилья. И сказать так, что семьи у нас постоянно возникают новые. И очень часто мы видим, что вынуждены жить или в арендованном жилье, или жить со своими родителями. Что, в общем-то, плохо влияет на психологическое, на здоровье человека вообще. Поскольку сужены в рамках пространства люди, они по-другому себя чувствуют. Много граждан наших выезжает в другие страны в поиски больших, лучших возможностей. Мы хотим создать такие условия, когда человек будет и хотеть купить квартиру, и жить здесь, и создавать семью здесь. Сколько процентов 40 населения, вот последняя статистика за прошлый год, говорит, что 40% населения Украины недовольны своими жилищными условиями. Где-то 50% живут в перенаселенных квартирах и домах. Вы говорите о том, что вы хотите создать такие условия, которые позволят нашим гражданам приобрести жилье и не переживать, спать спокойно, как вы сказали. Давайте попробуем эти условия обозначить. Ну, сегодня мы говорим, что ипотека должна быть сроком до 30 лет, до 30, потому что, учитывая заработная плата у людей, чтобы они могли спокойно прийти в банк, банк оценил их справку, грубо говоря, о доходах, посмотрел и понял, что он может выдать на 30 лет этому человеку ипотеку. Ставка должна быть не больше 7%. Почему говорю не больше? Потому что будут использоваться через банки, и банк сможет поделиться, грубо говоря, своей маржой. Если бы, ну, наша задача на рынке ипотеки еще создать конкуренцию между банками, для того, чтобы они хотели привлечь к себе гражданина, клиента, конечно, для банков. А сейчас хотят банки привлекать? Сейчас не хотят. А клиента хотят привлекать, но выдавать ипотеку не хотят. И про эти вещи мы разговаривали только что на панели, которая касалась именно этого вопроса. И желание у граждан, у банков брать ипотеку, оно сегодня достаточно, ну, давать ипотеку, достаточно рискованный вопрос. Потому люди, приходя в банк за ипотекой, чаще получают отказ, чем удовлетворение их не производит. Почему должна измениться ситуация? Министр финансов говорил, что первый кредит будет выдан вот в марте месяце. Это первый кредит по другой программе, там, где используется компенсация процентной ставки. И очень здорово, что оно уже как бы начинает внедряться, поскольку программа позволяет расширить количество кредитов и кредитования населения. Но наша программа, ее основной целью расширить качество, расширить число заемщиков, качество. Потому что одно дело, когда приходит человек, который и так может взять ипотеку с доходом. Вот как глава Нацбанка Кирилл Евгеньевич Севченко обозначил, что практически заработной платой 20 тысяч гривен таких кредитов не выдается. А у нас средняя заработная плата по Украине, по экономике за прошлый год, составляет 11,5 тысяч гривен. Так какая семья позволит себе возможность взять кредит со ставкой? Поэтому выход один, сделать процентную ставку и строк кредитования доступным для граждан. То есть это низкая ставка. И больший срок возврата? Строк должен быть до 30 лет. Ну это мировая практика. Для того, чтобы ежемесячный платеж был в рамках того дохода, который получает семья. Кстати, очень хорошая инициатива Национального банка, она уже была принята и утверждена им. Это то, что для оценки заемщика будет использоваться доход семьи. Не только заемщика, а именно всей семьи тоже может расширить доступ граждан к ипотеке. Мы говорим с вами только о первичном жилье или о вторичном тоже? Задача наша, конечно же, стимулировать первичное жилье. Я не буду обманывать никого. Мы понимаем, что в больших городах у нас достаточно строится новых объектов, жилищных комплексов. Этот вопрос развивается. В маленьких городах, где, собственно говоря, и также проживают такие категории населения, как и медики. Люди работают в маленьких городах. Есть у нас большое количество граждан, которые вынуждены были переселиться с временно оккупированных территорий на территорию Украины, которые вынуждены арендовать жилье и тратить достаточно большое... У меня отдельный вопрос по этой теме. Как действительно вы будете поддерживать переселенцев? Какая для них, может быть, существует особая программа? Или, возможно, какие-то условия льготные? Есть ли что-то? Есть реестр граждан, которые были вынуждены были переселиться с своих домов, где у них есть собственность, на территорию Украины, под контролем украинской власти. Есть такой реестр. У нас есть отдельный центральный орган исполнительной власти, который контролирует этот вопрос. Естественно, мы совместно с данным министерством и с правительством должны будем выработать понятный прозрачный механизм. Наша задача допустить человека к возможности выбрать самому жилье, найти его и прийти и сказать, я хочу это жилье. Если это будет программа финансового лизинга, в зависимости от того, как правительство примет решение, мы купим жилье как компания и передадим человеку в пользование по следующим правам перехода в собственности. Это одна программа. Если это будет ипотека, человек может пойти в банк, обратиться. Естественно, банк должен будет полностью провести все необходимые процедуры, посмотреть по доходам. Это все должно соответствовать доходам человека и выдать ему кредит для покупки такого жилья. Наша задача потом просто этот кредит рефинансировать. Следите за нами также на Фейсбуке и мы будем полностью информировать по ходу реализации проектов доступного жилья для граждан. Спасибо вам большое за разговор. Это была программа «Официальный разговор». Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте свои вопросы. Мы обязательно их передадим. Оставайтесь с телеканалом «Дом» и мы с вами обязательно увидимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok